Меня многие спрашивают, Андрей, как вы относитесь к тому, что на ваших каналах Андрей Разин и Ласковый Май, после вот этих всех публикаций, которые вы делаете, люди пишут гадости в отношении вас. Вы знаете, на протяжении 35 лет моей творческой деятельности люди неоднозначно всегда выражаются в отношении меня. Ну раз заходят на сайт, раз смотрят, слушают, раз делятся, значит платят деньги. А если платят деньги, ну тогда ладно, ругайтесь. Главное, чтобы деньги платили и смотрели. А в отношении правды, конечно же, все правду я говорю, потому что я являюсь первой источником. Мы были в Америке с Юрой Штановым, когда ему было 15 лет. Серкову было 14 лет. Мы в Соединенных Штатах Америки 30 городов объехали. Мы там жили больше двух месяцев. И когда я спросил у Юры, Юра, ты бы хотел остаться? Тем более в России на меня возбудили уголовное дело, 93-я прим, расстрел. Мне грозил Невзоров, сказал, что меня расстреляют. И он, все говорили, останься, не езжай туда, тебя там застрелят, убьют. КГБ за тебя взялось и так далее. И я сказал, я лучше поеду туда, пусть я буду доказывать там сто раз. Или расстреляют, так лучше на родине. Но в Америке никто, ни Юра Штанов, ни Серков, никто не захотели остаться. И, вы знаете, само отношение американцев к друг другу, нас это убило. Потому что мы все-таки российские люди, и мы были, знаете, чем довольны? Мы были довольны, потому что мы русские. Мы друг другу можем всегда помочь. Мы друг другу можем всегда протянуть руку. Мы можем поделиться. Ух, не замечал я этого в Америке. Там этого нету. Там есть жесткость, ненависть. Постоянно. Юру, там мы громко включили музыку, поехали на океан в Лос-Анджелесе. Так они там устроили маски-шоу, видят, что 15-летний парень. Они там на капот его руки растянули, там ноги, там чуть ли дубинами не начали бить. Естественно, это отношение вообще, блюстители их закону к детям, из-за того, что они громко... Да, в Соединенных Штатах, во многих штатах разрешается 5 лет наручники надевать. Там есть даже детские наручники такие. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Мы были в Америке с Юрой Штановым, когда ему было 15 лет. Серкову было 14 лет. Мы в Соединенных Штатах Америки 30 городов объехали. Мы там жили больше двух месяцев. И когда я спросил у Юры, Юра, ты бы хотел остаться? Тем более в России на меня возбудили уголовное дело. 93-я прим, расстрел. Мне грозил Невзоров, сказал, что меня расстреляют. И он... все говорили, останься, не езжай туда, тебя там застрелят, убьют. КГБ за тебя взялось и так далее. И я сказал, я лучше поеду туда, пусть я буду доказывать там сто раз. Или расстреляют, так лучше на родине. Но в Америке никто, ни Юра Штанов, ни Серков, никто не захотели остаться. И, вы знаете, само отношение американцев к друг другу, нас это убило. Потому что мы все-таки российские люди. И мы были, знаете, чем довольны? Мы были довольны, потому что мы русские. Мы друг другу можем всегда помочь. Мы друг другу можем всегда протянуть руку. Мы можем поделиться. Ух, не замечал я этого в Америке. А там этого нету. Там есть жесткость, ненависть. Постоянно. Юру... Там мы громко включили музыку, поехали на океан в Лос-Анджелесе. Так они там устроили маски-шоу. Видят, что 15-летний парень. Они там на капот его руки растянули, да, ноги, там, чуть ли дубинами не начали бить. Естественно, это отношение вообще, блюстители их закону, к детям, из-за того, что они громко... Да, в Соединенных Штатах, во многих штатах разрешается 5 лет наручники надевать. Там есть даже детские наручники такие. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.